Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, приемы и решенье небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня воскресный день, и так же, как и вчерашний день, сегодняшний воскресный день является так называемой неделей пред воздвижением. Сегодня тоже посвящено воскресному дню одно чтение из апостола, второе чтение посвящено как раз-таки неделей пред воздвижением. Но сегодня мы прочитаем именно послание, которое посвящено воскресному дню, и несколько слов скажем о том послании, которое предназначалось неделе пред воздвижением. Итак, сегодня Церковь предлагает нам отрывок из 2-го послания святого апостола Павла к Коринфянам, 4-я глава, стихи 6-го по 15-й. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озрил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Незлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса Христа, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашим. Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит пред собою с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем больше во многих произвело благодарность во славу Божию. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня, как я уже сказал, воскресный день, и это особенный день, это так называемая неделя перед воздвижением, потому что на грядущей седмице нас ожидает праздник всемирного воздвижения, честнага и животворящего креста Господня. И в сегодняшний день, кроме только что нами прочитанного отрывка, который посвящен именно воскресному дню, читается еще отрывок из послания к Галатам, 4 глава, стихи с 11 по 16, 18, по-моему. И в том отрывке говорится о том, что Галаты приняли апостола как человека практически родного и были к нему сострадательны. Но лже-братья, которые вкрались в общину, они положили некий барьер между апостолом и галатейцами, и те отвернулись от него. И он говорит им, что по вам ревнуют нечисто, что они ищут не Галатов, а какой-то своей славы. А апостол Павел искал именно Галатов, их сердца, верующие и обращенные к Господу. Поэтому сегодня это апостольское чтение научает нас внутренней готовности быть верным Христу. И об этой же внутренней готовности быть верным Христу как раз таки и второе послание апостола Павла к Коринфянам, 4 глава, стихи с 6 по 15, здесь четко прослеживается та же мысль. Апостол говорит о том, какая нелегкая это ноша, быть служителями Слова Божия. Бог, повелевший воссиять тесьмы свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Итак, апостол Павел говорит о том, что все то, что они претерпевают, это благодаря тому, что свет Христовой истины, Евангелие Христово засиял в сердцах апостольских. Именно это является мотивирующей стороной того, о чем мы будем читать дальше. Да, итак, сердце человеческое наполняется радостью, наполняется теплотой мира душевного. Мы преисполняемся благодати и любви, но вместилище этой благодати – это всегда глиняный сосуд, это всегда нечто слабое, это всегда нечто уязвимое. О чем и пишет апостол Павел. «Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». Проблема второго послания апостола Павла Коринственного как раз таки в том была, одна из проблем, на которые отвечает апостол Павел данным своим посланием, данным своим письмом, это проблема того лукавства и самовосхваления лже-братьей, которым те старались привлечь внимание Коринфян, описывая свои мистические духовные опыты, описывая то, какие они замечательные, как они знают высших апостолов и как они хорошо несут свою миссию. Апостол Павел же говорит, что нет, мы глиняные сосуды, это важно понимать. Как мы отличаем человека, находящегося в прелести, от человека, который идет путем смирения? Это отсутствие самолюбования и отсутствие гордости человеческой. А особенно притязание на какой-то успех. Что люди думают, что вот они чего-то достигли, они чего-то достигли. Что они главные, что они важные, что они на каком-то важном месте находятся. Из-за этого нужно формализовать какое-то свое общение. И мы сейчас не говорим о субординации, мы говорим о личных отношениях. Когда люди меняются именно в личных отношениях, меняют свой образ мысли и взгляд на своих ближних. И вот апостол Павел говорит, что Господь сделал так, что преизбыточествующая благодать, сила, да, с которой действуют апостолы, она должна быть приписываема Богу, а не тому инструменту, да, человеку, через которого эта благодать и сила действуют. Чтобы человек не возгордился и не приписал действия Божия своим собственным качествам. Потому что это может не зринуть человека в пучину греха, гордости и тщеславия, любостяжания и любоначалия. Мы все глиняные сосуды. И сила преизбыточная действует в нас, но за счет вот этой своей глиняности, за счет своей уязвимости, о которой дальше апостол говорит красноречиво, мы должны понимать, что все в руках Божьих. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, не излагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса Христа, чтобы и жизнь Иисусу открылась в теле нашим. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Итак, мы видим, что апостолы претерпевают различные притеснения, гонения. Они не въезжают как победители в город, они идут со смирением, как простой человек они заходят в город. Без пафоса и без самомнения. Как делают, в отличие от истинных апостолов, лже-братья, кичась своими какими-то достижениями, мистическим опытом. Поэтому апостолы говорит, что мы умираем каждый день за вас. И буквально, реально нас убивают. И чисто фигурально, символически, каждый день отрекаемся от себя ради вас. Мы носим мертвость Иисуса Христа. Мы умираем ради вас, чтобы жизнь Иисуса Христа, то, ради чего Он умер на кресте, засияла в ваших сердцах. Но имея тот же дух веры, как написано, «Я веровал и потому говорил, и мы веруем, и потому говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса Христа воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собой с вами. Ибо все для вас, дабы обилие благодати, тем больше во многих произвело благодарность во славу Божию». Благодать должна приносить некий плод. Прежде всего, это плод благодарения Господа за благодать, дарованную через смерть и воскресение. Поэтому, дорогие братья и сестры, будем благодарить Господа, будем радоваться друг другу в пространстве храмовом и за его пределами. Будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его стороны обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое при высшем небес. Господи, 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 Гос